Людмила Глита полгода не видела свою будущую квартиру. За это время здесь уже вывезли строительный мусор, убрали в подъездах. Женщина регулярно проверяет, как идет ход стройки и радуется предстоящим хлопотам. Не верится, что вот-вот настанет этот день, когда будем ремонт делать. А ведь еще пять лет назад время многоэтажки на Симферопольской в Краснодаре будто застыло. Восемь месяцев на площадке не было слышно перфораторов и команд прораба. Дом перешел в ранг проблемных, когда застройщик обанкротился. Эстафету перехватила другая компания. Люди стали работать. Работа кипела. Работали по выходным дням. От нас никто не прятался. Нам говорили реальную информацию. Любой звонок был отвечен, не оставался без внимания. Сейчас дом готов на 99%. Уже на днях люди въедут в свои квартиры. Появилась надежда и у других дольщиков. Квадратные метры в многоэтажном комплексе на улице Уральской в Краснодаре ждут больше тысячи семей. Кусочек вот этой стены – это самое лучшее представление о том, какой должен был быть наш комплекс. Здесь должно было быть витражное остекление, балконы должны были украшаться балясинами, окна были укреплены моноблоками. Масштабная стройка должна была завершиться три года назад. Однако нерадивый генповрядчик решил попросту отправиться в бега с деньгами. Затянувшиеся перипетии наконец-то пришли к логическому завершению. За многоквартирный комплекс взялся надежный инвестор. Сейчас специалисты проводят экспертизу и решают, как передать дом в руки нового застройщика юридически. Тема борьбы с мошенническими схемами стала центральной на сегодняшнем совещании, которое провел министр строительства России Владимир Якушев. На главе Минстроя рассказал об изменениях в законе о долевом строительстве. Согласно поправкам, с 1 июля застройщик сможет получить расчет за проданные квадратные метры только после сдачи квартиры. Если жилье приобретено на этапе возведения дома, то деньги должны храниться на специальных счетах в банке. К ним не имеет доступа ни покупатель, ни продавец. При этом появились новые требования к компаниям-застройщикам. Получить разрешение на возведение многоэтажки теперь можно только отработав на этом рынке не менее трех лет и сдав в эксплуатацию больше 10 тысяч квадратных метров. Изменения не коснутся тех сделок, которые были заключены ранее. Сейчас все проблемные многоквартирные дома включены в региональную дорожную карту. Губернатор края предлагает рассмотреть возможность выделить деньги на завершение строительства из федерального компенсационного фонда. Для нормализации ситуации и законы эти меры необходимы. Это, безусловно, у нас огромные слова благодарности и Минструю, и Федеральному центру и правительству за данный закон. Но вот все-таки этот федеральный компенсационный фонд, деньги, которые там накопились, все-таки можно в порядке какого-то исключения или по каким-то механизму все-таки пустить на то, чтобы мы достроили существующее наследство. То, что является сегодня предметом максимального возмущения обманутых дольщиков, в том числе и в Краснодаре или в Краснодарском крае, как и по другим субъектам Российской Федерации. В прошлом году в регионе насчитывалось 60 проблемных объектов. На сегодняшний день 9 домов введены в эксплуатацию. Еще 5 планируют сдать уже до конца этого года. Кубань остается самым привлекательным регионом для жизни россиян. С каждым годом в наш край приезжает все больше людей. Отсюда и большой спрос на жилье и проблемы со сдачей квадратных метров. Поправки в закон позволят предотвратить появление новых обманутых дольщиков. Субтитры создавал DimaTorzok